Каким образом у нас происходят аналитические раскрытия и учет детализации нашего отчета? Вот единица измерения нашего отчета или бюджета это показатель. У каждого показателя есть 11 аналитик раскрытия. То есть мы можем назначить 11 аналитик. Из них 5 аналитик это сквозные. То есть сквозные аналитики это значит они у нас однородные, то есть одинаковые, именно виды этих аналитиков одинаковые для всех отчетов. То есть они присутствуют во всех видах отчетов. Это период, сценарий, валюта, валюта отчета непосредственно, в котором организационная единица. То есть это может быть там ТФО, просто организация, юрлицо, все что угодно. Все, чтобы определить регламентом. И проект. Как включается проект, я вам показывал, да, отдельно на бланке, если включается проект, тогда у нас вот эта аналитика будет работать. Кроме этого, у нас уже непосредственно каждому из показателей мы можем добавить еще 6 аналитик раскрытия. Да, то есть как бы там, допустим, для дебиторки можем добавить, допустим, не знаю, там контрагент, номер договор, да. То есть для, в данном случае сейчас мы будем делать, допустим, от номенклатуры. Да, то есть любой эти аналитики можем добавлять. Значит, 5 аналитик это у нас будет раскрываться, покажу сейчас как это по нашим справочникам внутри. И 6 аналитика это есть еще валюта показателя. То есть наш показатель, который мы формируем, может учитываться в своей собственной валюте, да. То есть, грубо говоря, у нас базовый, допустим, бюджет или отчет мы формируем в рублях, а наш какой-то показатель, он, допустим, не знаю, ну там в УЕ, там в долларах, евро и так далее. И тогда мы говорим, что да, этот показатель учитывается в отдельной валюте, и его тоже надо пересчитывать. Да, то есть он будет жить вот этой своей жизнью финансовой, так называемой. Давайте посмотрим, как это выглядит на системе, хотя давайте сразу вот еще вот такой момент, да. Сейчас мы будем как раз группу аналитик завалить, и к этому слайду вернемся. Давайте посмотрим тогда, да, что оно требовалось по бюджетной модели. У нас раскрытие, да, то есть установка цен готовой продукции закупочной, да, должна была вестись в раскрытии по номенклатуре. Давайте это раскрытие установим. Устанавливается аналитическое раскрытие показателя, да, можно непосредственно в самом показателе, да, либо, значит, через инструмент редактирования строка колонок, да, выбираем, грубо говоря, нашу продажу готовой продукции, и устанавливаем группу аналитик. Сначала ее нужно создать, да, то есть создаем группу аналитик, видим, что она здесь пусто. Создаем, давайте создадим эту группу аналитик, то есть это будет у нас номенклатура, но чтобы не путаться, давайте с каким-то восклицательным знаком поставим, да. Смотрим, да, у нас опять, да, владелец наш, это у нас наш вид отчета. Дальше вот наши пять аналитик, которые мы можем использовать, и вот наша шестая аналитика, это использование дополнительного раскрытия по валютам. То есть здесь у нас показатель будет ввеститься вот в отдельной валюте, здесь мы должны будем, соответственно, указать, поставить данную характеристику. Дальше мы назначаем аналитику. Какие аналитики мы можем использовать, да, то есть в принципе мы можем использовать все аналитики, которые есть, все, ну, все справочники, которые у нас есть в системе. Здесь колоссальное количество справочников, к нему их всех можно использовать в качестве аналитического раскрытия, выводить по ним информацию, да, либо, соответственно, вводить информацию бюджетную, то есть как бы это, как говорится, ну, тут в зависимости от того, как будет построена ваша бюджетная модель. Что хотелось бы сказать. У каждой группы, да, у каждой аналитики есть тип значения. И здесь есть такой тип значения, который называется субконт управления холдингом. Что это такое? Субконт, тип значения субконта управления холдингом позволяет вам создать свою собственную аналитику, допустим, если вы из имеющихся не смогли найти, да, грубо говоря. То есть если вы не нашли аналитику, то которую вам необходимо раскрывать по статье, ну, либо там, я не знаю, допустим, у вас командировочные расходы, вам нужно ввести аналитику, к примеру, ну, не знаю, там, города, там, районные области, куда, допустим, у вас ездят сотрудники, и вы в этой аналитике производите свои планирования. Никаких проблем нет, то есть вы создаете собственную аналитику. Видим, да, что у нас она создается сразу автоматически с типом значения субконта управления холдингом. Дальше мы здесь там, как угодно ее называем, да, она у нас появляется. Да, да, прошу прощения, сразу же ошибся. Ну, как угодно, да, то есть мы можем ее использовать. В нашем случае нам нужна номенклатура, да, то есть давайте вот мы ее выберем. Здесь, ну, как бы еще есть аналитик 5, да, то есть эти аналитики вложены. И самое главное, вы должны понимать, что установив аналитику, ввод информации по данному показателю необходимо будет производить по этим, ну, то есть указав эти аналитики, да, то есть как бы. Вот, это очень важный момент. Не обязательно, что по всей номенклатуре вы должны будете делать вот метод, это не означает, да, но при вводе какого-то значения вы обязаны будете выбрать аналитику, да, то есть не обязательно, что вы будете там по всей номенклатуре вводить. Что еще, смотрите, важно отметить, что вот из этих пяти аналитик вы первые четыре можете выбрать любые, любые, ну какие вот мы сейчас только что смотрели. Пятая аналитика, то есть последняя, всегда остается только для типа значения субконта управления холдами, только она. Для того, чтобы у вас всегда оставалась некая произвольная аналитика, чтобы вы могли, грубо говоря, иметь гибкость. Давайте запишем, выбираем нашу аналитику. Здесь, да, мы видим, что тоже, собственно, здесь уже будем использовать ту же группу аналитик, если она одна и та же. И, значит, опять видим, что у нас розовенька выделена, зафиксировать настройку, фиксируем ее набор. Все. Значит, на всякий случай, если что, значит, управление этими аналитиками субконта ведется вот здесь, да, то есть субконта управления холдингом. Здесь вы можете создать группу, любую, да, и прописать те же районы, указать уже вид аналитики, допустим, те же, да, там, где наши были, вот области РФ, да, то есть. И дальше прописывайте их, то есть делайте свою структуру. По сути, делаете любой, ну, производительный справочник, который может, по нему раскрываться можете уже как угодно. Это управление холдингом предоставляет, очень гибкий инструмент, очень хороший. Так, что у нас здесь? Закрываем. Обязательно записываем счет, записываем его. Смотрите, значит, мы сделали вас аналитику по строкам, теперь она неким образом нам дает образить. Давайте посмотрим, как ее видит система. Так, мы уже за время скоро, ну, хорошо, сейчас посмотрим, как мы будем укладываться. Еще раз говорю, да, что дать такое количество материала, очень в такой сжатый срок, это очень проблематично, но тем не менее. Посмотрите, мы можем здесь создавать любое количество бланков, ну, в общем, буквально, в смысле, бесконечно, да, какое нам нужно, зачем это необходимо, да. Как правило, возникает необходимость, и вообще лучше этого принципа придерживаться, то есть вводить информацию в систему пользователь должен через максимально простой бланк. Ну, чтобы он был абсолютно понятный, с минимальным количеством аналитик, там, каких-то дополнительных колоночек, расчетов и так далее. Вот. С другой стороны, отображать информацию, да, то есть в качестве отчета, допустим, нам потребуются какие-то вывод дополнительных колонок, какие-то расчеты, допустим, планфактные, либо какие-то сравнительные характеристики и так далее. Собственно, для этих как раз целей мы можем здесь использовать любое количество бланков. Вот у нас сейчас многопериодный бланк, если мы его откроем, да, мы помним, мой у нас такой красивый, мы его импортировали из Excel. Дальше, что у нас получается, если мы сейчас вот здесь нажмем сформировать макет бланка, мы это все потеряем, и он нам создает нашу табличку, ту, которую он поднимает из структуры отчета. Для того, чтобы этого не произошло, сделаем следующее, да, то есть давайте мы здесь добавим еще один многопериодный бланк. По кнопочке дополнительно сразу его, допустим, давайте назовем, то есть который там системный, то есть как это видит система, да. И давайте его сформируем, да, сформируем макет бланка. Он показывает, как он видит нашу структуру, да, то есть внутри нам показывает, какие строки у нас есть, какие у нас есть показатели. Ну, пока он сейчас, смотрите, не видит, да, что у нас не все показатели определены, но это он тут, походу, придется скорректировать. Дальше, что мы можем здесь, значит, назначить? Здесь мы можем, соответственно, назначить колонку с итогом по периодам и указать, где она будет выводиться, да, в начале, либо в конце. Потому что, по сути дела, многопериодный бланк – это однопериодный бланк, раскрытый по периодам, да, то есть, грубо говоря, когда вы в регламенте установите бюджет, допустим, да, период там с января по декабрь, значит, соответственно, вы в многопериодном бланке видите 12 колонок. Так, все. Если это будет квартал, то, значит, там, соответственно, три колонки и там полугода, ну, то есть, любой произвольный период установленный. То есть, это то же самое, вот надо это воспринимать так, что это то же самое раскрытие, как по номенклатуре, но оно делается не по номенклатуре, а по периоду. Дальше, значит, выводить аналитики в иерархии. Что это значит? Это значит, что имеющиеся аналитики по строкам, то есть, если у нас у строки есть аналитика, в иерархии она нам их выведет ниже строки. Если мы эту галочку убейдем, она создаст справа колоночку еще одну и выведет аналитику там, да, давайте ставим иерархии применить. Вот таким образом у нас видит многопериодный бланк, точнее, видит его система. Вот она автоматически нам его создала. Дальше у нас есть итоговые наши значения, да, если, ну, хорошо, пока их ставим. Видите, да, система поняла, что показателей на пересечении этих строк колонок она их не видит, она, соответственно, сюда ничего не вывела. И здесь у нас с вами, значит, будут пустые значения, здесь мы вводить ничего не сможем. Так, видим, да, область аналитического раскрытия нам задала система. Давайте этот бланк тоже сохраним, пусть он у нас будет, как системный. Здесь, собственно, больше смотреть нечет. Теперь видим, да, что у нас системный бланк сохранился. Здесь же мы можем назначить основным бланк, какой мы хотим и так далее. Давайте вернемся к нашему бланку. И теперь, как же нам сделать аналитику здесь, чтобы не разрушить данный бланк, да, то есть не создавать новое, значит, ну, не создавать новый этот бланк, который нам здесь все порушит. Ну, во-первых, смотрите, у нас нет аналитики раскрытия по периодам, то есть у нас здесь пусто, да, и, во-вторых, у нас нет той аналитики, которую мы сейчас здесь задали. Давайте сделаем раскрытие по аналитике по номенклатуре. Выбираем, значит, строчку, которой нам необходимо применить аналитическое раскрытие. Говорим создать область аналитического раскрытия. Подтверждаем, что, да, данная строчка у нас будет одна. Дальше он просит выбрать у нас структуру аналитик нашего макета. Выбираем номенклатуру, видим, да, что у нас доступны аналитики, помимо наших вот этих основных аналитик, организации, период и так далее. Появилась еще одна аналитика, номенклатура. Мы ее выбираем. Дальше здесь же можем сразу задать некий отбор, потом посмотрим, как это делается. Ну, и здесь же можем определить сортировку. Все, говорим сформировать. Окей. Получаем сформированную вот эту нашу группу раскрытия по аналитикам. Единственное, что замечаем один момент, да, что он у нас, получается, не графический раскрыл, а раскрыл ее вправо. Сейчас покажу, как поправить. Аналогичную ситуацию делаем здесь по... Так, сейчас, секунду. Записать. Поправить данную ситуацию, если мы хотим, чтобы у нас номенклатура выводилась не в этой колонке, да, потому что у нас здесь будет раскрыть эту периоду, а выводилась ниже, делается очень просто. То есть вот здесь у нас будет выводиться итоговое значение, а аналитику мы можем взять просто Ctrl-C, Ctrl-V и переставить ее сюда. Все. Здесь, соответственно, значение стереть. Ну и просто я скопировал сверху крестик, чтобы было видно. Так, выделяем строку. Создаем аналитическое раскрытие. Собственно, повторяем ту же самую ситуацию. Формируем. Так, вот таким образом мы можем, значит, раскрытие формировать. Давайте запишем... А, да, сразу давайте сформируем, чтобы бланк был у нас полноценный, значит, давайте сформируем еще раскрытие по периоду. В принципе, процедура все та же самая, только здесь мы работаем с колонками, да, то есть мы выделяем наши колоночки, две. Говорим создать область аналитического раскрытия. Здесь нам необходимо уже, да, указать, что у нас в эту область аналитического раскрытия будут входить две колонки, вот она нам граница подвинула. Далее, область аналитического раскрытия. Несмотря на то, что она нам предлагает много вариантов, на самом деле, то есть, будет работать только один вариант, это период. Ну и далее тогда здесь все те же самые эти. Вот мы видим, что у нас остались наши колоночки, которые были. А они в таком вот варианте, они будут работать как итоговые. То есть, если у нас нет аналитического раскрытия, значит, у нас вот сюда будут выводиться наши итоговые показатели. Если есть аналитическое раскрытие, тогда у нас здесь будут выводиться значения конкретно для конкретного периода, да, то есть вот здесь по месяцам будет выводиться, здесь будет выводиться и того, да. Единственное, смотрите, что у нас мы видим, да, то есть у нас здесь прописано месяц, но это прописано именно текстом, да, Поэтому, если мы в таком виде оставим бланк, у нас вместо того, чтобы там январь, февраль, март, апрель, будет месяц, месяц, месяц. Вот наше поле, куда попало. Ну, собственно, здесь для того, чтобы сохранить форматирование, можно просто его перенести сюда вот в таком виде, и здесь его просто стереть. Ну и давайте вот эти тоже итоговые колоночки и берем, они нам не нужны. Все. То есть, запишем наш бланк. Так, что мы видим, то есть мы, по сути дела, получили аналогичный бланк, довольно-таки быстро, но при сохранении форматирования. Еще раз говорю, это, конечно, он очень маленький, но когда у вас срок 200, то есть, да, конечно, потом форматировать все эти 200 срок, это очень накладная ситуация. Так, запишем, закроем его. Ну, давайте попробуем теперь посмотреть, каким образом у нас выглядит, допустим, уже экземпляр отчета. Мы его пока сохранять не будем, в силу того, что будем кое-что менять. Да, кстати, смотрите, очень важный момент, мы его немножечко пропустили. Давайте вернемся к нашим показателям, у нас там не было аналитик раскрытия, это очень важный момент, поэтому показатели отчетов. Вернемся к показателю отчетов, которые у нас в продаже готовой продукции. Смотрите, да, что у нас появилось? У нас появилась внизу аналитическая группа раскрытия, которую мы установили, и появились настройки, да, видом, опять, вид итога по группе аналитик. То есть, это, грубо говоря, у нас уже итоги, которые будут выводиться по нашей группе раскрытия. Если здесь мы устанавливали по периоду, здесь по группе. Мы, смотрите, в нашем отчете используем цены, поэтому, опять же, по умолчанию, по умолчанию, здесь указано, что будет выводиться сумма. Я не знаю, если вам видно, коллеги, но тут, в общем, написано сумма. Хотя система в базе предлагает следующие варианты, да, что она может сделать. Она может выводить минимум, максимум, среднее значение, сумму, или не выводить итог раскрытия никакой. Вот это очень важно записать это до момента формирования экземпляра отчета, потому что в дальнейшем, как бы, он, к сожалению, не позволит провести данные изменения. И еще нам закупочные материалы, тоже раскрытие, ну, удалим. Все, значит, переходим на основное, запишем еще раз бланк, на всякий случай. Давайте посмотрим, что у нас получается. Бюджет, экземпляры отчета. Давайте создадим экземпляр отчета. Выберем наш бланк отчета базовые показатели. Здесь есть у меня предназначенные уже периоды для того, чтобы нам время не тратить. Да, смотрите, кроме, допустим, давайте пусть будет отдел закупок. Здесь у меня регламент уже просто настроен, к нему обращаться не будем. Это, если что, предмет отдельного собеседования, как говорится. Вот, что мы видим в момент того, когда мы создаем экземпляр отчета? Он нам показывает, в каком бланке мы будем это делать. То есть видим, что у нас есть сводная таблица. Всегда есть многопериодный бланк и тот системный бланк, который мы создавали. То есть мы здесь можем выбирать любой вид бланка. То есть, точнее, выбирать бланк, в котором мы будем создавать. То есть формировать наш экземпляр отчет. Здесь мы можем его поменять. Мы можем его, по-моему, поменять и в дальнейшем, но тем не менее. Здесь же мы можем выбрать правила обработки и правила проверки. Правила обработки в себе содержат правила, если очень коротко, те, по которым ваш многопериодный бланк будет создаваться, если вы его создаете, допустим, на каком-то автоматическом режиме. То есть, грубо говоря, какие-то есть формулы, которые предварительно, допустим, берут данные по ценам или по выручкам прошлого года, ну и так далее. Это чуть-чуть по коротко смотрим. Сейчас создаем наш бланк. Эземпляр по сообщению. Да, вот наш экземпляр отчетов. Такой он немножечко размашистый получился, да. Но тем не менее, да, мы видим, что здесь мы уже можем вводить значения, к примеру, да. Здесь, кстати, с вашими коллегами сразу лучше договориться, особенно когда вы используете процентные значения, потому что система, ну то есть система в виде числа, она не понимает, что это такое процент, либо это просто число, для нее это просто число. На бланке вы смысловую нагрузку, конечно, можете наложить, что это процент, но тогда вы должны как бы внутри уже компании, в рамках регламента договориться, что 20 это процент, да, а не 0,2. То есть тогда, соответственно, потом при каких-то вычислениях нужно понимать, что показатель НДС, если вы будете где-то использовать в дальнейшем, да, то есть вы должны его там подлить на 100. Дальше, значит, ну по поводу заполнения бланков, здесь инструментов много, да, просто, допустим, оттранслировать эту всю информацию дальше по ячеечкам, да, вот здесь, либо оттранслировать вниз при необходимости. Можно менять проценты, то есть изменять в процентах от тех значений, которые уже имеются. Нас интересуют вот эти два, две группы статей, да, бюджетных, так скажем, посмотреть, каким образом отражается антическое раскрытие. По двойному щелчку мы увидим, у нас вводится диалоговое окно, которое мы должны будем вводить как раз значения в разрезе аналитик. Ну, давайте, допустим, введем парочку, допустим, это у нас продажная цена, да, допустим, полторы тысячи. Так, допустим, давайте сделаем, там, не знаю, 2 500. Вот, да, и, допустим, кроссовки, да, и принять. Ага. Так, ну, вот это, видимо, сработала та система, как раз, о которой я говорил. Давайте сейчас быстренько ее изменим. Сейчас, минутку. Это то значение базовых показателей. Вот, сейчас. Вот это вот раскрытие ругается на нашу эту формулу. Давайте будем, давайте выведем среднее значение, пусть будет. И здесь в закупках выведем среднее значение. Ну, то есть, получается, это просто в момент создания показателя уже, значит, необходимо данное значение зафиксировать. Ну, вот чувствительно, да, система к таким вещам. Это тоже, значит, необходимо учитывать. Давайте еще раз сформировал наш бланк. Слышненько. Сразу проверим. Да, все нормально работает, да. Ну, вот, да, то есть, надо тоже отметить, что, себе тоже отметить, что на базе создания показателя необходимо вот эти опции сразу назначать. Потому что в дальнейшем она, в общем, не совсем корректно работает вот с этой ситуацией. То есть, я знаю, ну, и теперь открыть. Да, есть такая ситуация, но что делать? Так, ну, здесь у нас, вот, у нас будет, давайте, днемся, да, полторы тысячи. Так, немножко не укладываемся мы по времени, но давайте двигаться дальше, когда дам. Давайте, 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 таким образом сделаем, там, закупочные цены, допустим. Так, футбук, 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 а, да, 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 10, 500. Вот, значит, давайте здесь для красоты восстановим наше значение, допустим, там. Здесь мы для скорости тоже, да, то есть, давайте назначим наше значение. То есть, мы их просто скопировали по периоду, то есть, и до конца нашего отчета эти значения. Так как мы уже больше не будем возвращаться к изменению нашей структуры отчета, да, то есть, как бы, вообще в базе, конечно, то есть, еще раз, да, повторюсь, нужно записывать экземпляр, когда вы уже полностью уверены, но так как мы сейчас, собственно, уже будем в большей степени производить какие-то действия с бланком, то, значит, давайте проведем сохранение нашего отчета, то есть, данные, данные, эти данные запишем в систему. Да, то есть, давайте запишем нашу экземпляр отчета. Записали. Смотрите, что очень важно отметить, что на самом деле, то есть, уникальность вот этого документа, экземпляр отчета в том, что сам экземпляр отчета, он эти данные не хранит в себе. То есть, все данные хранятся в регистрах, да, то есть, вот сейчас непосредственно мы провели запись этих значений в регистры и до момента изменения, то есть, даже мы сейчас здесь можем провести какие-то изменения, да, то есть, у нас здесь, видите, нет кнопочки провести, да, нет такой функции физической. То есть, если мы любые изменения, которые здесь внесем, а здесь мы можем, допустим, вносить уже, ну, допустим, таким образом, да, то по кнопочке записать мы эти данные запишем в регистр. То есть, по сути дела, экземпляр отчетов, он при открытии, когда он открывается, он берет вид нашего бланка, который должен отобразить, и идет в систему за данными, которые он должен в этом бланке отобразить. Вот именно так работает система. Это важно понимать. Мы сейчас, да, то есть, посмотрим, как это работает на системе. Так, записали, закрыли, данные у нас эти обновились. Давайте оставим наш бланк один, чтобы мы здесь его не путались, отфильтруем. Смотрите, теперь, значит, что у нас по поводу, значит, непосредственно самих бланков, какие у нас могут быть варианты. Давайте еще, чтобы по аналитикам, с аналитиками, значит, закончить, что у нас есть, вот какие у нас возможности есть с аналитиками. Смотрите, посмотрим еще раз наш, нашу структуру нашего отчета. Видим, что у нас здесь есть аналитики отчетов, в том числе, которые применяются напрямую к отчету, да. И есть аналитики показателей наших отчетов. Как они между собой связаны? Суть в том, что вот на общий вид отчета, скажем так, выделяется 11 аналитик, да. И вы, в принципе, если вам вот этих аналитик для того, чтобы различать ваши виды отчетов, не хватает, да, то есть, допустим, вы хотите, допустим, ввести еще, ну, не знаю, там, допустим, ну, кроме проекта, что может быть, допустим, какое-то структурное подразделение, которое у вас там параллельно системе, да, идет, ну, допустим, у вас есть четкая иерархия, там, ЦФО, ваша организационная структура, а есть некие структурные подразделения, которые, допустим, как-то параллельно еще разрезают вашу систему, и необходимо в том числе в разрезе вот этих структурных подразделений либо каких-то профильных подразделений делать, да. То есть, вы можете все эти пять аналитик перенести на экземпляр отчета сюда. Но нужно понимать, что перенеся сюда, соответственно, аналитики какие-то, вы на тот же объем аналитик, который используете на уровне отчета, их лишаетесь на уровне показателей. То есть их всего 5. Соответственно, если вы 2 отдали на уровень отчета, у вас остается всего 3 на уровень показателей. Ну и так далее. Поэтому здесь все зависит от вашей модели, как вы будете это выбирать. Про вид корпоративный мы уже тоже поговорили. И в принципе, да, то есть вот этот нюанс я вам объясню, каким образом можно создавать новые аналитики, да, мы делаем дополнительные раскрытия. Окей. Так. Надеюсь, с этим понятно. Дальше. Давайте теперь посмотрим, какие у нас есть варианты в плане построения наших отчетов. Давайте, допустим, что мы сейчас делаем. Мы сейчас посмотрим, каким образом мы можем работать с бланками, что мы можем туда выводить для того, чтобы ваш бланк был более информативный, ну, либо соответствовал каким-то вашим требованиям. Давайте сделаем простой момент. Просто я вам покажу тот факт, что работает именно вот та система, что экземпляр отчета достает данные уже имеющиеся, да, по тому бланку. Вот, чтобы понять этот момент, давайте сделаем так, что мы вот выделим, допустим, вот эти значения у нас, допустим, жирным шрифтом, вот эти значения раскрытия аналитик, мы, допустим, давайте сделаем там, допустим, десяткой, к примеру. Ну, просто для того, чтобы показать, да, то есть тут момент не столько украшательства, сколько, чтобы было понимание того, записать и закрыть. Теперь мы, допустим, находим наш экземпляр отчета, выводим его, да, видим, да, что у нас вывелись наши данные, причем те, которые были поменены, да, вот здесь изменены в системе. И мы видим, что у нас бланк абсолютно новый, да, на самом деле мы здесь можем, вот по кнопочке открыть форму отчета, здесь мы можем поменять наш бланк, то есть способ вывода информации можем поменять, да, то есть его можем выводить его в другом бланке, в том же системном, либо еще каким-то, да, здесь мы это можем сделать. Так, дальше, давайте теперь посмотрим, значит, что у нас все-таки на уровне бланков мы можем делать. Давайте, значит, мы скопируем вот этот бланк, F9, мы берем, копируем наш многопериодный красивый бланк, давайте сделаем его, назовем его комбинированным. И давайте сделаем следующее, допустим, разместим, значит, наши цены, разместим, допустим, наши цены в одну строчку, да, каким образом мы это сделаем. Значит, делается это довольно-таки просто, то есть мы можем сделать, допустим, ну, допустим, закупку переместить, чтобы она у нас стояла параллельно. То есть у нас, получается, вот эта колоночка не используется, да, здесь у нас крестики, но для того, чтобы, допустим, ее, ну, то есть информацию более там вводить, к примеру, горизонтально по строчке, то есть мы это можем реализовать очень просто, то есть мы берем данные из этой колонки и буквально копипастом копируем данные сюда, значит, в соседнюю колонку. Для того, чтобы у нас все правильно в дальнейшем информация отображалась, да, значит, я советую лучше сделать так. Здесь можно, конечно, сделать вот такую же ситуацию, да, то есть мы из аналитики просто данные скопируем и потом вот эти строчки удаляем, да. Вот. Что мы, по сути, что мы в сущности сделали? То есть на самом деле, то есть вот смотрите, когда мы графически с вами создавали бланк, мы с вами определили название наших строк, наших колонок и показателей. На этом предназначение вот этого графического интерфейса, то есть оно закончено. То есть сейчас абсолютно неважно, каким образом и что у вас, что у вас написано будет в этих строках. То есть вы здесь можете менять любые названия, от этого не изменится название ваших строк, не изменится название колонок. Сейчас имеет принципиальное значение только то, куда вы будете вводить свои показатели, в какие ячейки. Вы можете их переставлять, переставлять вот либо Ctrl-C, Ctrl-V, да, перекидывать, либо вообще просто, грубо говоря, если случайно стерли, удалили, вообще никакая не проблема, заводите строку и прямо вот отсюда их перетаскиваете, да, то есть вот таким образом. Да, то есть для, просто чтобы время сэкономить, я сейчас этого делать не буду. Давайте запишем этот бланк. Он у нас появился новый, да, как комбинированный. Теперь каким же образом мы можем, выводя один бланк, сразу видеть несколько. Функционал этот реализуется следующим образом. По кнопочке дополнительное, берем вкладку дополнительные бланки и сюда мы можем добавить, опять же, мы можем добавить любые бланки, не обязательно из этого вида отчета. Можем выбрать любые, которые есть в системе, в принципе, да, то есть любые. Мы, соответственно, выходим на уровень, он нам показывает, какие мы бланки можем вместе с этим бланком вывести. Ну и давайте посмотрим, допустим, мы говорим, что мы хотим комбинированный бланк вывести. И еще, так, надо еще раз повторять. И, допустим, давайте еще выведем системный бланк, да, запишем, что у нас поменяет в системе. Обратимся к нашим иземплярам отчетов, открываем, да, видим, что наш, это базовый бланк многопериодный, который мы с вами делали, да, то есть как бы, и мы видим, что у нас есть еще две вкладки. Да, это как раз те вкладочки, которые мы только что с вами подключили дополнительные отчеты, да, то есть вот это системный отчет, как видит у нас, так скажем, без оформления программы, да, опять же, видите, то есть вне зависимости от того, каким у нас был бланк, когда мы его формировали, если данные есть в системе, в аналитике, значит, раскрытие, то бланк их отобразит в автоматическом режиме, да, то есть, ну, что бывает часто вопросы, допустим, вот мы сделали бланк, у нас есть аналитика раскрытия, а что, если вдруг появятся, допустим, фактические данные по новому номенклатуре, по новому какому-то там аналитике раскрытия и так далее. Если фактические данные в этой аналитике будут занесены в систему, система вам их раскроет. Другой вопрос, что, допустим, у вас плановых показаний не будет по этой системе, да, а фактические будут отражены, да, ну, это вы уже, соответственно, сможете регулировать, значит, там, непосредственно действиями. Вот таким образом работает система дополнительных бланков, давайте посмотрим, как сработала та система, которую вот мы, собственно, с вами сформировали, да, то есть, мы видим, да, сейчас, что у нас есть закупочная цена, единственное, что, ну, вот, с точки зрения украшательства здесь нужно подписать вот эти названия, конечно, колонок, да, что у нас здесь закупочная, а здесь цена продажная, да, но тем не менее, да, мы видим, что у нас показатели вводятся в одну строчку, да, вот, то есть, это такая ситуация. Дальше, значит, какие у нас есть еще варианты. В принципе, мы можем бланк сделать многопериодный вертикальный, то есть, грубо говоря, расположить эту аналитику вертикально при необходимости. Давайте попробуем это сделать. Давайте копируем наш бланк, назовем его вертикальный. Значит, что нам, что нам необходимо сделать? Мы сейчас пытаемся, значит, нам необходимо, какой сейчас трюк, да, скажем так, будет, мы пытаемся сейчас в рамках вот этого аналитического раскрытия отразить две этих наших цены, да, то есть. Сделайте это вертикально. Что мы делаем? Давайте еще раз, значит, удалим аналитику, чтобы она нам не мешалась, это при конструировании проще делать. Значит, мы делаем следующим образом. Мы раздвигаем наши ячейки. И раздвигаем здесь. Вот эти две колонки у нас всегда будут попадаться в раскрытие, то есть в аналитику раскрытия, то есть указаться в каждом периоде. Если нам необходимо, грубо говоря, что-то зафиксировать на нашем отчете без того, чтобы у нас это множилось по периодам, да, нам необходимо просто завести одну колонку и там в начале, либо в конце, и будем получать... Ну, то есть, таким образом мы можем достичь этого результата. Дальше, что мы сделаем? Допустим, давайте мы расположим, значит, вот эти наши цены продажи вверху. Здесь цены продажи будут внизу. Дальше нам необходимо назвать, значит, давайте, пусть у нас здесь будут продажи готовой продукции и цены. А здесь у нас, допустим, давайте, закупка цены, да? Здесь у нас следует, конечно, форматирование, но можно так и сделать. Дальше, значит, давайте делаем следующим образом еще мы... Значит, сейчас здесь еще одну... Давайте, допустим, ведем, значит, наше значение... Ну, давайте, например, маржа, да, допустим, да. Опять сказать, так, если хотим, здесь напишем маржа. И здесь мы, как я говорил, уже на бланке можем создать какие-то простейшие формулы, которые будут сохраняться непосредственно на бланке для расчета. Значит, давайте, мало того, давайте сделаем таким образом. Значит, мы вот эту часть вообще уберем. Она нам не нужна, она просто мешается для данного вида бланка. Показатели никуда не делись, они в системе хранятся. Мы просто их не выводим, соответственно. Здесь мы, соответственно, цену перенесем сюда. И так, и вот эту колоночку мы удалим совсем, да? То есть вот, чтобы у нас был очень компактный бланк. И здесь мы введем формулу, очень простую, собственно. С помощью, значит, вот этой кнопочки мы открываем вот формулу и говорим, да, что нам необходимо вывести значение этого показателя. Минус двойным кликом обозначаем значение другого показателя. Применить. Все. Единственное, что, наверное, давайте сделаем так, чтобы форматирование у нас сохранилось. А сейчас мы сделаем, значит, формулу. Очень важно, смотрите, вне зависимости от того, где вы сейчас на бланке кликаете, у вас всегда красным подсвечено, для какой ячейки открыта эта формула, да? То есть где бы вы ни находились. То есть она зафиксирована. Поэтому бывает так, да, что люди забывают, к примеру, когда создают бланки, начинают где-то ходить и думают, черт возьми, куда делась у меня формула, да? То есть куда она делась. Она вводится в ту ячейку, в которую был установлен курсор в тот момент, когда вы нажали на кнопочку функции. Все. Ну, это для, что скажем, для заметки. Минус еще раз сделаем. Все. Обязательно нажимаем применить. Указали. Что нам теперь необходимо здесь делать? Давайте, значит, во-первых, нам эти надо ячейки объединить. Здесь мы их объединим. Давайте здесь напишем антиклатуру. Что у нас не хватает? У нас не хватает антиктического раскрытия, которое нам так необходимо. Поэтому мы проводим то же самое операцию, которую я уже показывал. Выделяем ячейки, которые нам необходимо раскрыть. Вводим область антиктического раскрытия. Указываем, что у нас уже надо три колоночки включить, чтобы они у нас раскрывались. А здесь указываем аналитику на инкултуру. Мы здесь быстренько просто пробегаем. Все. Ну и сразу, чтобы у нас было отличие, давайте вот здесь жирный шрифт уберем. Допустим, пусть будет у нас здесь все красиво. Записываем наш бланк. Все. Значит, бланк у нас готов. Нам осталось к данному виду бланка, к базовому, да, значит, вот здесь дополнительно. Подключить новый бланк, который мы с вами только что создали. Вертикальный. Давайте его подключим сюда. Записать, записать, закрыть. И посмотрим, как у нас сейчас выглядит регулярный шрифт. Так, значит, вот у нас появился вертикальное раскрытие. И здесь мы видим, да, с вами, что у нас, ну, понятно, здесь можно оформить заливку любую, но сама суть, да, то есть получается, здесь мы можем форму для ввода оставить в таком варианте, да, грубо говоря, с нашими, допустим, какими-то нефинансовыми показателями. А для проверяющего или для человека, который будет утверждать что-то, для того, чтобы он мог проанализировать какую-то информацию, мы можем ввести дополнительный бланк, где можно будет проанализировать, допустим, цены, значит, ну, допустим, ту маржу, которая у нас формируется, да, то есть, например, здесь уже бланк выглядит компактно, да, то есть помесячно, соответственно. Вот есть такой вариант, то есть создание бланка. Таким образом можно сделать. Так, коллеги, я сейчас вам покажу просто готовый бланк, покажу, как он делается, план факт, наверное, думаю, что, наверное, многие ждут, ну, где же, где же, когда он будет. Давайте я покажу, каким образом он делается. Он у меня просто есть уже заготовленный, чтобы на все эти манипуляции ваше время не тратить. Я очень надеюсь, что вы поняли принцип, да, формирование бланков. Это главное, не бойтесь экспериментировать, если вы формируете, то есть информацию структурно не меняете, не бойтесь экспериментировать с бланком, значит, самое главное, нужно понимать, что у вас есть ваши показатели, да, которые вы можете выводить в любое место вашего бланка, абсолютно в любое, да, то есть вы видели, мы можем переименовывать колонки, переименовывать строки, после того, как вы их задали, это вообще не имеет никакого значения, это просто, это чистая визуализация, соответственно. Кроме этого, да, вы можете делать, ну, то есть формировать какие-то простые формулы на самом бланке, да, то есть на самом бланке. Эти формулы хранятся вместе с бланком, да, то есть они ничего общего со способами расчетов не имеют, да, то есть надо понимать, что это формула только для конкретного бланка. Вот, значит, теперь давайте просто посмотрим, у меня действительно есть заготовленный бланк, вот здесь в базовых показателях, я экспериментировал, сейчас, смотрите, есть, значит, планфактный бланк. Давайте посмотрим, как он выглядит. Значит, что такое планфактный бланк? Собственно, то есть, просто сейчас на том бланке не получится сделать, потому что мы должны будем ввести фактические данные, потом, значит, ввести плановые, ну, плановые на сведении ввести фактические данные, и для того, чтобы у нас был бланк для сравнения. Давайте, значит, что у нас здесь отражено? Ну, по сути дела, то есть, грубо говоря, допустим, у нас рассматриваем ситуацию, что это у нас уже бланк отчета, да, то есть, когда у нас определенные фактические данные уже в систему попали, есть плановые данные, и мы утверждаем, допустим, бланк какого-либо отчета, да, то есть, либо, либо, либо хотим вывести какую-то справочную информацию по сравнению, там, допустим, там, с прошлым, там, не знаю, кварталом и так далее, у нас есть возможность проводить отбор, то есть, грубо говоря, у нас плановые, да, и фактические данные участвуют один и тот же показатель, да, это базовая цена продажи, да, то есть, у нас показатель, по сути, он один и тот же, да, то есть, он у нас один, где у нас показатель, вот он, да, продажи готовы по продукции цена, но самое главное, что в эту ячейку он у нас попадает без всякого отбора, то есть, вот у нас вот эта кнопочка отвечает за отбор данных показателей, которая говорит, что в этот бланк нужно разместить вот этот показатель, вот со следующими правилами отбора. Правила отбора такие, что период, сценарий, организацию, проект и номенклатуру, в том числе, да, которую можно тоже отфильтровать, если вы хотите видеть отдельные позиции, мы берем из данных, которые указываются в отчете, да, а для сравнения, вот соседний показатель, да, который у нас плановый, то есть, вот здесь у нас будут вводить, допустим, фактические значения, а вот для этого показателя, который тот же самый, но нам необходимо, допустим, взять сценарий, который у нас был запланирован, да, то здесь мы можем выбрать там либо группу сценариев, либо список, ну, то есть, как бы здесь много вариантов выбора, но, как правило, здесь список нам вряд ли подходит, да, потому что нам данные будут суммировать, поэтому здесь, значит, ну, либо, соответственно, если у вас показатели как-то там по-разному вводятся, надо смотреть, бюджетную модель, да, вот, здесь можем указать план оптимистичный, таким образом она будет брать этот показатель, сюда выводить на этот бланк, но будет выводить его из регистра с характеристикой план, да, таким же образом можно проводить сдвиг по отчету, то есть, допустим, сдвиг на количество месяцев, да, то есть система здесь предлагает провести определенный сдвиг, то есть там, не знаю, там на 3 месяца, там на 4 месяца, смотря каким, допустим, вы кварталом хотите сравнить, также можно взять данные из другой организации, да, то есть, как бы вывести на один и тот же бланк, да, вот, значит, если вы будете смотреть, сейчас хотел показать просто, как это выглядит, здесь, наверное, не получится, и дальше здесь, смотрите, получается, здесь выводим, значит, показатель в нашем видеотчета факта, здесь выводим план, а вот эта ячейка у нас, вот, собственно, как мы говорим, она просто у нас рассчитывается, вот, соответственно, вот, все, ну, собственно, давайте сейчас единственное, можем посмотреть, каким образом это выглядит, ну, вот, базовый план факт выглядит следующим образом, это не наш, немножко, система, но сам факт, да, как должно быть, то есть, вот, у нас в периоде будет выводиться, значит, плановое значение, фактические разные, все. Так, коллеги, ну, по сути, это, в общем-то, все, что мне хотелось бы вам показать, я надеюсь, что после этого, значит, у вас не будет никаких опасений, вы сможете спокойно конструировать какие-то бланки, в том числе, ну, то есть, формировать отчеты, деконструировать бланки, ну, как бы, любой сложности, в принципе, да, то есть, главное понимать, вот, я надеюсь, что вы понимаете, как сейчас работает система, как бланк работает и как он с ней связывается, как можно выводить эти информации. Да, да, Павел, механизм копирования формул в колонке, да, он есть, то есть, грубо говоря, вы имеете в виду, сейчас, сейчас я вспомнил про что, вы имеете в виду, что если вот этот планфактный вы вот здесь формулу одну завели, да, вы можете ее скопировать, да, оставить, да, это можно, но главное, чтобы у вас вот эти показатели были одни и те же, да, то есть, чтобы он был согласен на одни и те же показатели, потому что очень важно, смотрите, вот он в формуле, он берет, смотрите, не просто показатель какой-то, да, а он, видите, его ставят с определенным отбором, то есть, он понимает, что ему надо взять в системе, надо взять не просто галимый показатель, а вот взять некую систему отбора, как формируют вот эти коды система, вот это вообще, за семью печатями, что значит, ну, самое главное понимать, да, что вот это, значит, не просто показатель, а, значит, он какой-то немножко видоизменен, вот. Да, эти колонки можно копировать, соответственно, да, это можно. Вот, значит, что хотелось бы еще сказать, что, значит, компания ДНС будет проводить в ближайшие дни, значит, онлайн-обучение, будет проходить, вот расписание на экране у нас есть, в принципе, очень советую проходить, это очень грамотные преподаватели и очень доступно информацию объясняют, если вы хотите, там, как-то прокачать свои скиллы, там, в этом плане, там, усовершенствовать, то, значит, пожалуйста, развивайтесь, смотрите, значит, расписание, это ближайшее, значит, обучение, которое будет, точнее, обучение, которое будет проходить в ближайшее время. Вот, по 3.1, не знаю, нет, я пока не видел по 3.1 курсы. Да, очень хороший вопрос в контексте того, что я смотрел изменения, вообще, надо сказать следующее, что, на самом деле, вот, вот эта вот подсистема бюджетирования и вот этот вот конструктор, ну, это реально очень перспективная такая вещь, которую, я думаю, что ДНС будет только дальше совершенствовать, потому что применение масса и, в общем, если очень грамотно разложить бюджетную модель, прямо вот хорошо составить его по полочкам, в чем могут, кстати, помочь, там, наши аналитики в том числе, то, в принципе, можно делать очень классные вещи, да, причем вы видите, что это все делается на уровне пользовательском, на пользовательском режиме, то есть, скажем, в пользовательском режиме многие вещи можно делать, да. Конечно, большую бюджетную модель, там, не составить, это крайне сложно, нужно много факторов учитывать, но вот какие-то такие вещи, в общем, можно, значит, это... Поэтому, ну, ждем от вас, соответственно, отзывов, если какие-то есть еще вопросы. Копирование формулы. Анна, смотрите, значит, когда вы будете на бланке копировать... Короче говоря, когда вы будете формировать бланк, да, вы... Да, ну, смотрите, как... Давайте сейчас еще раз покажу. Давайте покажу еще раз. Да, я предполагал, что план-факт, наверное, это самое интересное, да. Вообще, конечно, ну, мы с коллегами посоветуемся, здесь очень большой возможности, можно много очень делать из секций вебинаров, потому что сводный отчет, это вообще отдельная эпопея, там, ну, то есть, это просто можно посвятить прям отдельно большой вебинар, в том числе здесь еще есть много вещей, про которые можно поговорить, если, как бы, необходимость такая будет, ну, посоветуемся, возможно, какие-то еще выпуски будут. Смотрите, значит, что бы я здесь посоветовал, никогда не держитесь за раскрытие, да, не бойтесь его потерять, ничего страшного не будет, потому что система, она, как бы, вот, если вы грамотно сформируете аналитическое раскрытие, которое я показывал, она вам вот эту всю верхнюю часть вообще скопирует, то есть, вот про это можете, грубо говоря, вообще забыть, да, вот все, ее нет, вы пока работаете только с теми итогами, которые у вас есть, да, ну, то есть, вы формируете то, как это будет выглядеть ваши итоги, шапка. Здесь, да, естественно, самое главное сделать формулу после того, как у вас здесь отобран показатель. Здесь, ну, вот здесь, наверное, смотрите, здесь нужно понимать следующее, вот в такой ситуации, когда вы делаете план-факт, здесь, да, вот смотрите, вы, у вас здесь состав показателей разный, да, здесь вы используете показатели, здесь вы используете, смотрите, показатели, значит, продажи, сравнивайте, вот они, да, а в этой ячейке вы используете показатели закупки. Поэтому, как бы, ну, вот смотрите, если мы просто берем отсюда, да, там, Ctrl-C, Ctrl-V, давайте посмотрим. Нет, ну, видите, он нам скопировал информацию готовой продукции, да, а здесь все-таки должна быть разница у нас между другими показателями. То есть здесь у нас, видите, вот этот показатель сам другой, поэтому здесь важно, да, не ошибиться. Но в целом, если вы, допустим, формируете, ну, скажем так, если это будет горизонтально лежать, или, допустим, наоборот, вертикально, я думаю, да, эту формулу можно будет как-то скопировать. Вот. Но для одинаковых показателей, да, то есть вот когда у вас, вы с закупками работаете, да, вот, то есть если вот здесь одни и те же показатели, в эту формулу можно смело ниже копировать, да. То есть это не проблема. И самое главное, что, смотрите, вот вы сформировали это для конкретной строки, строки, да, то есть, извините. И дальше вы просто делаете, здесь сейчас надо записывать эту систему, я изменю, ну, давайте порушим, ничего страшного. Вот. Вы делаете аналитическое раскрытие по трем строкам, да, то есть, как бы, говорите, то есть, что у вас аналитическое раскрытие по номенклатуре, и все. Она автоматически вот эти вам формулы здесь у нас следует, прямо нужные, вот прямо нужные, она просто берет это и размножает. А дальше у вас все это аналитика, она автоматически раскроется. Вот. Нет, здесь протягиванием, к сожалению, не работает, нет, только, значит, через Ctrl-C, Ctrl-V. Ну. Вот. Да, ну вот, хорошо, то есть, поэтому еще раз говорю, дальше вам, вам самое главное сделать на строку, которая группирующая, а дальше, когда вы аналитику будете закладывать, вы все уже забыли про вот эти вещи, и, грубо говоря, она вам автоматически все нужные формулы в раскрытии уже покажет. Все. Ну, вот, если я понятно, да, объясню. То это так. Сколько максимально столбцов? Ну, смотрите, многопериодный, вы имеете в виду, что? Вы имеете в виду, сколько столбцов можно в один период заложить, да, то есть, или в принципе, то есть, вот смотрите, у вас раскрытие определяется тем периодом, значит, который у вас определен, ну, то есть, грубо говоря, там, 12, грубо говоря, и так далее, да, то есть, я не знаю, насколько вы хотите там, вы планироваете. Вообще, как правило, ограничивается все-таки там годом планирование, да, в целом можно сделать и дольше, но это, я говорю, лучше сделать немножко через другой бланк, через сводную таблицу. Вот, а дальше вот здесь количество колонок, которые вы хотите в период, ну, слушайте, я не знаю, ну, мы работали, было порядка 7-8, но мне кажется, если больше 7-8, то просто уже будет перегрузка информации. Ну, то есть, получается, смотрите, 7-8 колонок в периоде, и еще эти 7-8 умножаются там, допустим, на 12 периодов, вот. Да, да, то есть, грубо говоря, смотрите, период отчета, вот этот период отчета, он не создается в самом бланке, да, то есть, получается, вот тот регламент, который вы установите в системе, вот здесь, да, то есть, регламент подготовки отчетности, если вы укажете, что у вас там период квартал, ну, значит, соответственно, у вас будет информация по кварталу, вот. Поэтому система, соответственно, она оперирует, опять же, те же сдвиги, которые вот здесь устанавливаются, она означает сдвиг периода относительно, ну, того отчета, который она сейчас формирует, поэтому, соответственно, и у вас, и, то есть, сдвиг точно такой же будет в рамках тех периодов, которые вы установите, вот. Поэтому здесь система, она не относится, нет, не абсолютными величинами, а относительными, относительно периода, а период вы устанавливаете в другом месте, вот. Ну, мы просто, вы не успели сделать, если я не понимаю, про что вы говорите, то есть, как бы, ну, вот есть у меня, опять же, экземпляр отчета, то есть, да, который, вот, там, делает планфактный анализ, вот, смотрите, да, видите, мы сейчас только что разрушили бланк, он уже автоматически не аналитическое раскрытие не вывел, да, поэтому давайте мы сейчас, сейчас мы его запишем. Ну, вот, мы его порушили только что, в общем, нужно восстанавливать бланк, и, в принципе, там все 12 периодов есть. А, хорошо, понятно, да, понятно, все понятно. Вот, ну, коллеги, тогда, значит, большое спасибо за внимание, значит. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!